Прогоняем зиму! Зареченцы отпраздновали Масленицу. Лобовое столкновение. ДТП в центре города. Как научить креативности? Семинар Школы Росатома. Здравствуйте! В эфире экспресс-выпуск деталей дня в студии Мария Морозова. Весна на смену холода. Масленичная неделя теперь позади, а вместе с ней позади и зима. В прощенное воскресенье зареченцы по традиции собрались на площади, чтобы попрощаться с холодами и поучаствовать в масленичных потехах. Как покорить метровые вершины смотрите в нашем следующем сюжете. Сергей – первый участник, который смог скарабкаться на вершину столба. В этом масленичном состязании молодой человек участвует шестой год подряд и каждый раз достает сверху приз. Говорит, если бы не погода, покорил бы вершину в два раза быстрее. Ну, было бы потеплее, конечно, проще было бы. А он просто болит, и так, конечно, тяжело. Столб с подарками – самая популярная масленичная потеха в Заречном. Всего за час все подарки нашли своих хозяев. Не обошлось и без других молодецких забав. Повеселиться от души и показать себя зареченцы могли и в боях на подушках. Детям тоже грустить не пришлось. Для них сотрудники Дворца культуры устроили сказочные представления и конкурсы. Только службам безопасности было не до потех. Пока зареченцы праздновали масленицу, за порядком ровесника весь день следили машины ДПС. Происшествий никаких у нас нет. То есть работа ведется. Как правило, такие у нас мероприятия проходят спокойно. Надеемся, что их и не будет. Кульминацией масленицы стало традиционное сжигание соломенного чучела. Таким образом православные провожают зиму. Впереди их ждет 40-дневный Великий пост. Алина Мулоянова, Антон Коряков, Иван Козырев. Стали дня. Два человека пострадали в лобовом столкновении Тойоты и Шевроле. ДТП произошло в пятницу на перекрестке улиц Ленина и Комсомольская прямо на пешеходном переходе. Удар был такой силы, что машину буквально раскидало по разным сторонам улицы. В результате столкновения, говорят очевидцы, белую иномарку выбросила на тротуар. Благо в этот момент там не было пешеходов. Не пострадали также и водители столкнувшихся автомобилей. Травмы получили только пассажиры. С места происшествия их доставили в отделение скорой помощи. Врачи зафиксировали у них сотрясение головного мозга и множественные ушибы. В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено административное расследование. Судьба паспорта гражданина России поставлена на карту. Пластиковую. Именно она может в скором времени заменить бумажный вариант документа, сообщает Интерфакс. Лилу далась мультипас. А, она все поняла, можешь не повторять. С предложением заменить бумажный документ на пластиковый выступила Федеральная миграционная служба. Инициаторы идеи уверены, внутренний паспорт уже утратил свое значение. Сегодня стране нужен другой документ, удостоверяющий личность. Как вариант рассматривается пластиковое удостоверение с чипом. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято. В выходные в Заречном прошла массовая областная акция «Лед надежды нашей». Посверкать коньками на главном стадионе «Электрон» собрались не только спортсмены, но и простые любители конькобежного спорта. Желаю вам веселого настроения, хороших спортов, поддержки, участия, задумок. Праздник вам и удачи! Одеть коньки и посостязаться в скорости на льду мог любой желающий. Участники соревновались в двух возрастных категориях – дети до 10 лет и взрослые. Каждому спортсмену в зависимости от возраста нужно было преодолеть свою дистанцию. У дошкольников и учеников младших классов она составляла 50 метров, у остальных – 100. Любовь к конькобежному спорту налицо. В этот день на коньки встали аж две сотни зареченцев. Самым юным спортсменом оказалось всего 4 года. Самому старшему участнику исполнилось 52. Накануне в Заречном прошел первый семинар для педагогов в рамках реализации проекта «Школа Росатома». Проект направлен на поддержку и развитие уникальных систем образования в атомных городах России. Первая стажировка собрала более десятка учителей из Северска, Новоуральска, Зеленогорска и Заречного. Семинар для них провела педагог второй школы Наталья Анохина. Подробнее о том, как можно научить креативно мыслить, расскажет Александр Кузнецов. Правильно разместить легкие бронхи и диафрагму, не перепутать расположение сосудов и по порядку соединить дыхательные пути. И все это для того, чтобы ребенок на большом экране улыбнулся и вновь задышал. И это лишь одно из упражнений, которыми учит пользоваться педагогов Наталья Анохина. По словам учителя, с помощью этой программы можно не только рассказать детям об анатомии, но и привить им навыки первой помощи. И так с каждым из заданий. Цель не только дать теоретические знания, но и показать практическое их применение. Цель вот этого вот. Программа второго стандарта – это как раз показать ребенку, где он может сразу практически применить эти знания. Участниками семинара стали педагоги-победители конкурса «Школы Росатома». Само педагогическое состязание проходило в два этапа. Учителям из атомных городов нужно было заочно представить свои методики и дать открытый урок, но не ученикам, а заслуженным учителям России. Зареченка Наталья Анохина с задачей справилась на отлично. Теперь передает свой опыт другим педагогам. Цель моей стажировки была как раз создание развития творческого мышления, креативности у детей, но для этого надо немножечко показать это педагогам. То есть показать те ступеньки, по которым ребенок будет сначала медленно подниматься, чтобы прийти вот к своему росту. Научить педагогов использовать современные технологии, творчески по-новому мыслить и уметь передавать эти знания своим ученикам – вот главная цель проекта «Школа Росатома». Сам проект стартовал еще в 2010 году вместе с государственной образовательной инициативой «Наша новая школа». Инициаторы проекта поставили себе задачу – раскрыть творческий потенциал учителей, чтобы те смогли раскрыть своих учеников. Сами педагоги отмечают – подобные стажировки будут крайне полезны именно в работе с детьми. Детям, конечно, интереснее воспринимать информацию с учетом новых современных систем. То есть сейчас все дети в первом классе приходят, и они уже все владеют компьютером, знают компьютерные игры. И смотрится смешно, когда учитель на пальцах объясняет какой-то новый материал, когда дети владеют всеми современными средствами. Заинтересованность ребят возрастает, а значит и мотивация, значит и успех, значит и желание. Тогда учителю будет, ну и самому интересно работать. И результат будет получаться, тот, который он ожидает. Следующий семинар в рамках «Школы Росатома» пройдет в середине марта в Оксфорде. Опыт коллег из Великобритании привезет из Ореченка Наталья Анохина. Александр Кузнецов, Антон Коряков, Сергей Жильцов. Детали дня. БС собирается подготовить 4000 квалифицированных кадров из числа жителей Заречного. Об этом заявил в интервью программе «Тема дня» Андрей Павлюк. Также заместитель директора Белоярской атомной станции по персоналу подробно рассказал о том, что такое новый облик атомной энергетики и в чем новизна подхода к развитию отрасли. Речь в программе пойдет и о том, как зареченские атомщики собираются обеспечить достойное будущее наших детей. Смотрите программу «Тема дня» завтра, сразу после выпуска новостей на нашем канале. Какая погода ждет нас завтра, 28 февраля, узнаем прямо сейчас. Прогноз предоставлен порталом ГИСМЕТИО. Во вторник в Заречном будет пасмурно, но без осадков. Ночью температура воздуха минус 14, к утру похолодает на 2 градуса. Днем станет теплее, столбики термометров остановятся на отметке минус 9. К вечеру вновь похолодает до 14 градусов ниже нуля. Ветер завтра подует с севера со скоростью 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление стабильное – 743 миллиметра ртутного столба. И это все события на сегодня. Смотрите завтра в нашей программе. Откуда в городе лошади? Почему девятиэтажный дом на Ленинградской 26 может рухнуть? А также эксклюзивное интервью со знаменитым российским юмористом Владимиром Вишневским. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра на канале Заречный ТВ. Субтитры подогнал «Симон»!